Сегодня встал рано Так что я уже еду к 13-му седьмому Я все еще в Пинске Пешеходная улица, на которой нет пешеходов Только метут помаленьку Ну вот у них тут такая тоже богадельня Небольшая Ну как небольшая Приличная Ну это типа какой-то замок что ли Так чего-то там намалевали Какой-то гербик что ли Вот такая вот штука Ну она сюда так маленько заворачивает Здесь Вот это тоже прикольная башенка Что она там деревянная что ли Наверно Наверно Какой-то крестик там воткнули Ну в общем Такая штука Ну вот мы прям вдоль этой улочки Что там ансамбль кляштера франциска Кляштера франциска Наверно Ага Ну большая штучка Да Хорошо все-таки утречком Рано просыпаться Едешь себе никто не мешает Эркерчик Прикольная Тишина и покой Хотя время-то уже по-моему 7 часов Они все спят Паразиты Ох Какая-то птичка балдежная Одежда для вашей семьи Ага Ага Очень много всяких сквериков В этом городе В этом городе Ага И опять сюда приперся Так Ну скоро трасса будет Собачонки тут балдежные Один 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 Ага Ага Ё-моё! А приеду ведь вечером будет какое-нибудь барахло. Типа засеянные поля и все такое. В твоем тепле, как с них в ладонях тают, как травы прорастают. Летая словно птица, хочу утопиться. В твоем тепле, как с них в ладонях тают, как травы прорастают. Ну и белорусский баян, можно сказать, куда без него. Все снимают это и я снял заодно. Вот мне подляна пришла. И как выбираться теперь отсюда хрен его знает. По песку ехать, вот здесь вот песок на обочине. Вообще вязнет все. По этим хреновинам ехать вообще бесполезно. Трясет там, всего раз трясет нафиг. Что, блин, обратно что ли? Обалдеть. Что-то трассу тут делают, делают. Сейчас пер по бетону. Бетон разбитый, конечно. Вот. Ну вот тут вот сделали. Вроде как. Еще разметки даже нет. О, там впереди чего-то. Разметка какая-то. Это старая дорога или новая, непонятно. Жаркая. Хотя солнца нету. Очень жаркая. Вот такая новенькая дорога. О-о-о-о. О-о-о-о. Хорошо. Закомили. Осталось 288. До какого-то луненица 8. Пол дня изнывал от жары и вот накрыл дождик. Хороший такой продолжительный дождик, что уже вечер, а я все на остановке торчу. Правда вот он сейчас почти кончился, так остатки какие-то. Хотя может и начаться. Пока спать где не знаю, это деревня Вичин или Вичин. Нашел я так и место, там лесок сосновый такой густенький, поляночка аккуратная, маленько мусору и тут даже речка есть. Называется речка Цена. Скоро солнце сядет. Так что сейчас быстренько палатку доделаю и замырну. А то, блин, помыться надо весь гряд. А я-то думал, как сегодня сделать 30 километров без перерыва, потому что, ну, погодка такая, прохладненькая. И, пожалуйста, вуаля. Благодаря вот этому парню обычно они быстро заворачивают куда-нибудь, а этот прет и прет. и даже педальки иногда не кручу. Вот так вот, хе-хе. Вышел с уречка на трассу и сделал 40 километров. А? Благодаря этому парню. Да. Эх, каждый день бы так было бы. Только я что-то подмог весь. Все равно жарковато. Фух. Да. Вот так. Была бы у него будка, конечно, наверное, можно было бы вообще не крутить, подкручивать педали. Я и так, в общем-то, не сильно так упирался. Ну, вообще, да, иногда бывало. Надо где-то на расстоянии 2 метра, 2-1,5 метра до него держать, тогда хорошо затягивает. Чуть куда-нибудь в сторону или это, отстанешь. Там горка такая приличная была. Блин, пришлось мне на горку-то переть. За ним, думаю, отстану, все. Счастье уйдет. А, ну, за час тридцать шесть здесь тоже приблизительно также уходит. Ну, ничего себе они каменюк понаворотили, сложили. Ну, это здорово ко мне. А тут написано. Лунинецкий район. Хотя я еду туда, но я заверну. Посмотреть, что за... С той стороны не видно было, какие-то камни непонятные. А здесь вот Брестская область. Короче, я, получается, Брестская область, все, проехал. Уезжаю в Гомельскую область. Какой-то жидковический район. Но тут еще раз продублировано. Гомельская область. Какое-то дело. Непонятно. Приходится ехать вот по этой ерунде, так как моя кромка какая-то абсолютно бетонная. Там прыгаешь как-то. Не знаю, кто. Тут поровнее, конечно. Но единственное, что минус вот этой дорожки. Ровная все, но она как бы поджевывает. Сразу вспоминается тот единственный случай, когда я прокатился на велике с 26 колесами. Ну и как матрасники говорят, со злой резиной. Типа. Вот такая же гадость сейчас. То есть велик постоянно тянет. Приходится все время крутить педали. Заехал на заправку. Гороху взял. Горох с морковкой называется. За 11 тысяч. Посмотрел по чеку. У них НДС оказывается на такую продукцию. Плода овощная, наверное. НДС 10 процентов. А на все остальное, я вот смотрю, 20 у них. А у нас на все 12. На все продукты. И на таких заправках, на белорусских, можно купить практически все. От замороженной курицы до каких-нибудь жвачек, блин. Че хочешь? Колбаса есть. Хлеб. На российских, конечно, такого нету. На российских свалено всякое дорогое барахло, которое в городе не идет. Ну, а здесь-то, конечно, пойдет. Российские более пафосные такие. Это поменьше. Ну, зал, я имею ввиду. Но зато все есть. Российские там, ха, заходишь. Супер. А ржать нечего. Всякое дерьмо. Сникерсы какие-то, печеньки такие дорогие. В общем, всякая ерунда. Так что, дожую сейчас эту банку. Поеду дальше. Тут какая-то плантация тыквы. Вот, подъезжаю к какой-то движухе. Вот там температурка окружающей. Температурка, чего там, трассы, что ли, и часы. Ну и какая скорость там что-то где-то должна быть. О, базарчик, чего-то продают. Ну, чего-то мало народу. О, собачка спит. Ой, какая собачка. Ой, господи. О, какая сотка. Кафе-бар. Прикольная штука. Вот. Житковичи, по-моему. Житковичи. Такая штука вот тут. Это с дерева все. И с этой стороны, и с этой стороны, там, мужик. Ага. Вот такая штука. Большая. Да. Вот это я попал. Борщ. Борщ. Такая вот тарелочка. Вот. Ну, гречки маленько лучше. Больше. Это я себе так, сказать, праздник решил устроить. Обычно, конечно, такое не беру. Вообще, я заметил, магазинная гораздо вкуснее, чем кафешная. Даже если кафешка там какая-нибудь дорогая. Все равно барахло получается. Не знаю, почему. Но в магазине все вкусно. Вот, когда еду, часто встречаются вот такие лески. Сосновые. Поверхность ровная, палатку ставь где хочешь. Ну, и у них, как правило, сухо. Ну, и как закон подлости, конечно, к вечеру вот таких лесков не бывает. Вот такая фигня. Не знаю, почему это. К вечеру вообще трудно что поставить, какую палатку. А тут, пожалуйста. Целый день еду. Какие-то вот перелески, лески, речки полно, в которых можно помыться. Вчера только вот надыбал речку. Но леска там не было. Последняя. 10 километров до деревни. Что-то как-то тут с деревнями напряженка. Да, последняя вода самая вкусная. Мне тут сказали, в лесах есть какая-то ягода. То ли брусника, то ли черника, я что-то забыл. Ну, вот она, в общем. Вот такие вот ягодки. Попробую. Да хрень какая-то. Честно говоря, с растительностью они из-за влажности. Скажем, у нас в Казахстане, если что-то есть, то оно такое, насыщенного вкуса. А здесь вот, ну и что я ем. Я даже не понимаю, что я ем. Ну, кисленькая какая-то. Надо ее очень много съесть, чтобы понять вкус. Вкуса нету. Так, мерзость какая-то. Черника, по-моему. Поеду лучше за водой. Свернулся с основной трассы. Что-то я там посмотрел, да мужик какой-то сказал, что в этих сосновичах, или как они там, может и в магазина не быть. Вот. Так что поехал я в Капцевичи. Четыре километра, блин. Вот. Четыре километра туда, четыре обратно. Ну и там еще намотаю. Ну, короче. Десять километров будет, как бы, мимо. Это я только за водой сгоняю. Это я только за водой сгоняю. Вот. Ну, дорога не из лучших, как бы сказать. Радует одно, что машин вообще нет. Вай-вай-вай-вай. Ну и природка. Сосинки какие-то. Хорошо. Вот те и вода. Закрылись в овощи на замок. Уже второй такой. Будем магазин искать. Залез в этот медвежий угол. Проделал. Хе-хе. Не четыре. Семь километров. Потому что там не было впереди ничего. Вот это тут магазинчик. Ну, там какой-то бардак. Черт. Давай, что разберешь. Что-то торопит меня. Колбасу какую-то дает. Другую. Я его отпушил. Берю эту. Короче. Походу, я не в Белоруссию приехал. Что-то на Белоруссию вообще не похоже. В магазин заходишь. Точно не Белоруссия. Ну, вроде продукты такие же. Но что-то как-то. Ну, там все. Ну, в тех все аккуратно. А здесь какие-то мухи. Там даже хлеб не хочется брать. Мухи ползают по нему. Фигня, короче. Взял воду, молоко и мороженое. Все. Больше тут брать не хрен. Консервов. Ну, а что консервы? Консервы есть какие-то там. Но их же надо с хлебом. А хлеба нету. Ну, он у них есть вот этот черный. Ну, это жуть какая-то. Это гадость. И вот спустя каких-то, каких-то полтора часа я сгонял в эти капсевичи, значит. Намотал. А сколько там? 15 километров. 15 километров. О, мое. И все коту под хвост. Ну, не под хвост, ладно. Посмотрел, как люди живут в таких деревнях. Магазинчик увидел такой странный. Вот. Но время потерял. Вот тут такие художества. Это остановка. Это у нас остановочка. Аккуратненькая, как всегда. О, что-то лавки нету. Даже странно. Обычно у них... А! Обычно вот здесь одна. И вот здесь одна обязательно. Они у них стандартненькие. Но это разрисовано еще так. Тут бывают, блин, такие художества красивые. В рамочках все. Ну, можно заметить, что они чистые. Никто на них не пишет. То ли гопоты у них нет, то ли кого, не знаю. Ну, поеду дальше. Что поделаешь? А время у нас... Ой-бой! Восьмой час. Уже 15 минут восьмого. Блин. Вот попадала, а. Думал, сегодня хотя бы 120 сделаю. Ну, я их, конечно, сделаю, но не это. Они как-то мимо. Пятнадцать километров мимо будет. Ой... 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 Продолжение следует...